Всем здравствуйте и добро пожаловать на второй этап тура Турции. Президентский тур Турции, 53-я версия этой гонки. Сегодняшний этап из Камлюки до Фетхи. Ну и давайте посмотрим на его профиль. Протяженность 206 километров. Присутствуют неровности. Давайте смотреть, как организаторы продумали этот маршрут. Начинается все с побережья, как обычно. Промежуточные спринтерские премии, премии Beauty of Turkey, достопримечательностей Турции. Ну вот главная часть подъема, которую гонщики уже должны были преодолеть. Затем спуск. Еще одна гора. Третья категория сложности за счет красной майки лучшего горняка. Ну и на север устремляется гонка, где спринтерская премия. Ну и достаточно спокойные последние километры, вплоть до Фетхи. Еще один туристический городок, курортная местность. И прямо на побережье нас ждет финиш. Небольшие холмы, в том числе и около финиша, но в целом этап вновь, который хорошо подходит спринтерам. И включаемся мы сегодня за 90 километров до финиша. Три минуты преимущества отрыва над основной группой. Подъемы уже преодолены. Ну и сейчас мы наблюдаем за тем, как отрыв, в котором сегодня Онур Балкан из турецкой национальной команды. Мурильо Феррас из коллектива Сауль Бразилии. И также Мирко Маэстри из Бордиани. ЧССФ итальянского коллектива. Пилотон спокойно контролирует ход гонки. Никуда не торопится. Сейчас... Так, ну вот, кстати, что касается промежуточной горной премии второй на очереди, то так, значит, надо посчитать. Примерно вот сейчас она и должна была быть. Ну а если говорить о вчерашнем этапе, то, несмотря на достаточно серьезный завал, в котором пострадал Александр Порсев из команды Газпром Росвела, был вынужден он покинуть гонку с переломом ключицы. Несмотря на этот завал, главный фаворит этапа гонщика команды Бора Хэнсгроя, Сэм Беннет, ирландец, одержал победу достаточно уверенно. Хороший спринт у него получился. Ну и таким образом Сэм Беннет возглавил генеральную классификацию на данный момент. Лидирует он не только в этом зачете, а также еще и в зачете зеленой майки. 15 очков у него на счету. Лучшим горняком на данный момент является Энрико Барбин с двумя баллами. Мы помним, как он выиграл промежуточную премию. Ну а в классификации достопримечательностей Турции в зачете белой майки лидирует он Урбалкан, который сейчас в отрыве. И явно он рассчитывает пополнить копилку набранных с собой баллов в рамках этой классификации. Один километр до вершины горы третьей категории сложности. Остается отрыву. Пока не поступало информации, кто из гонщиков, которые сейчас находятся впереди, выиграл главную гору сегодняшнего дня. Но я думаю, в любом случае, розыгрыш горной премии сейчас мы увидим. Темп неплохой. Темп достаточно уверенный в гору. Видно, что силы пока гонщиков в отрыве остались. Но три минуты это слишком мало, чтобы они могли рассчитывать на то, что сегодня получится у них победить. Да, спринтеров и спринтерских команд не так много. Но та же Бора Хенсгро, я думаю, вполне может рассчитывать на еще одну победу Беннета. Не будет догонять. Да и не стоит забывать, что тот же Феррас, тот же Балкан, да и Маэстри все проигрывают всего-навсего 10 секунд генеральной классификации. А уж то-что. А майку лидера генерала Бора точно отдавать не хочет. Так что, само собой, и Бора, и другие команды будут сегодня отрыв добирать. Именно поэтому далеко его не отпустили. После того, как преодолеют эту горную премию гонщики, последует спуск протяженностью километров 5-6. Ну и затем такая холмистая часть без особых протяженных гор, но которая может очень неприятно дать по ногам. И, по сути, такое оно будет уже вплоть до самого финиша в Фетхи. О фетхи, о достопримечательностях, которые сегодня гонщики будут проезжать. Обязательно мы поговорим. Потом стартовал этап местная рубрика «Guniding from stage 2». То есть по-турецки, если первое слово переводить, это «Доброе утро». С этапа потом раунд 2. И вот очередное «Доброе утро» этой гонки в местечке Кумлацы. Кстати, город, в котором находится один из главных офисов всемирно известных турки Шейрлэнс. Немного задержали на старте пилотон. Чуть позже начался сегодняшний этап. Возможно, поэтому немножко от графика мы отстаем. Но тут розыгрыш горной премии. И Маэстри переигрывает Ферраза. Вполне предсказуемо. Ну и бордяне продолжают настаивать на том, что майка горного короля должна быть в рядах их коллектива. Что касается тех, кто вчера не доехал до финиша или кто не вышел на старт сегодняшнего этапа. Их было несколько. Это Юстин Юли из команды Веран Классика Куалити Протект. Это Эктор Сайз из Канру Ральсигурес. И это Александр Порсев из Газпроморсвела, про которого мы уже сегодня говорили. Ну, многие считают, что именно Порсевым был спровоцирован этот завал. Я несколько повторов посмотрел. Да, там началось с Успорсева, но я бы не сказал, что он виновник. А те, кто пострадал также во вчерашнем завале, но продолжают гонку, поговорим после небольшой паузы, которая сейчас у нас будет. Возвращаемся на дистанцию второго этапа тура Турции. Менее 85 километров до финиша. Три минуты преимущества отрыва надо. Основной группой на наших с вами экранах Муриле Ферраса Фонсо, гонщик команды САЛ Бразиль. По Сайклинг Тим. Совсем недавно они с Мирком Маэстри разыгрывали горную премию. Но вот после нее найти согласие, похоже, гонщики в отрыве так и не смогли. Маэстри сейчас в одиночку тут работает. И не сказать так внешне, чтобы он кого-то ждал. Ну, а что касается Унура Балкана, то тот и вовсе уже очень прилично отстал. Возможно, потому что премия достопримечательности Турции уже позади, и на ней он отличился. Но и мотивации больше держаться в отрыве у него нет. Так что не исключаю, что и как и вчера, сегодня достаточно рано доберут отрыв. Вчера это сделали за 35 километров до финиша. Но тут в пилотоне пока отличное настроение. Общаются о чем-то гонщик Боро и представитель трек за Гафредо. Ну, естественно, есть правильные полковицы, несмотря на то, что вчера не самая удачная ленингонка получилась, также вновь выходят вперед. Ну и обещал я вам перед рекламной паузой рассказать о том, кто вчера также пострадал за валей, но продолжает сегодня выступление. Флавио Сантос Кардос из Сау-Бразиль также очень сильно повредил левую ногу, но, как он сам сказал, боль терпима, и он может продолжать. Диего Рубио из Кауру Раль Сигурас также с ногой у него проблема. Ну и ушибы и ссадины различные также еще у четверых. У четверых гонщиков Си-Си-Си-Спранди-полковицы Петр Брыжина, Олещик Пучинский, Камил Малецкий и Матюш Тачек. Также у гонщика Эмирейтс Вегерта Штаке Лангена, норвежца. Ну и, разумеется, у представителя Астаны Еспера Хансена, хотя казалось, что он-то упал очень-очень серьезно. Но, как выяснилось, каких-то необратимых последствий для того, чтобы прекратить участие в сегодняшней гонке, у Хансена не было обнаружено, и он наделался вообще чуть ли не легким испугом. Что, конечно же, здорово, потому что внешне казалось, что он очень прилично влетел туда в отбойник, в бордюр, но нет. Ну, теперь есть возможность у нас немножко от темы травму отойти. Это здорово, поговорить чуть больше о различных достопримечательностях. Ну, во-первых, хочу отметить, что помимо финиша еще одна важная точка сегодня будет промежуточная спринтерская премия, которая будет на 160-м километре, то есть чуть менее чем за 50 километров до финиша, до этого еще времени, есть. Что касается исторических мест. Во-первых, сегодня этап стартовал в Кумлитче. И достаточно важное место, где много всего происходило еще со времен Древней Греции, и Римской империи также. Город расположен между горами под названием Би, ну, а также лесами Олимпийского национального парка. Город был основан в 700-м году до нашей эры. Ну, и, по сути, расположен между двух больших портов, которые очень удобно было использовать ранее. По сути, отсюда сообщение проходило между Грецией, Азией, Египтом и Финикией. В целом, город известен своими розами, которые, по сути, в таком виде и такого сорта растут только в этот тут. Ну и, разумеется, места завоевания Александра Македонского также принадлежали эти земли египтянам, если мы говорим о II-I веке до нашей эры. Ну и без вмешательства Римской империи чуть позже не обошлось. Любопытный город в этом плане. И, на самом деле, очень-очень много тут любопытной информации, которая о нем присутствует, которую можно долго обсуждать. Наряду со вчерашним Кемером, где был финиш... Ну вот из таких именно не исторических, а любопытных мест. Тут есть бухта пиратов, мыс Геледония. И, конечно же, всячески используют местные власти эти места как достопримечательности. У нас тем временем к Маэстри подъезжает все-таки Ферроз. Будут сейчас вместе работать, но уже менее 2,5 минут остается в запасе у группы отрыва. Также гора Таурус. Тут присутствует достаточно много мелких островов. На которые проходят экскурсии. Ну а после того, как сегодня гонщики отправились на дистанцию, в самом начале проезжали в Финики. Ну тоже, опять же, к Финикицамо имеющие непосредственное отношение. Достаточно большой порт, который был столицей Иллюзии. Основан в 5 веке до нашей эры. Ну и различные, различные пути Средиземноморья проходили через это место. Ну а для любителей велоспорта этот регион запомнился победами Андрея Грайпеля в 2010 и 2011 годах президентского тура Турции. Тут всего-навсего две минуты остается в запасе отрыва. Ну и догнать за 70 километров до финиша, например, это будет уже совсем рано. Не думаю, что пелотон будет в этом по-настоящему заинтересован. Чуть далее, на 43-м километре сегодняшней гонки церковь святого Николаса, также принадлежащая византийской культуре, датированную XII веком. Ну и несмотря на текущее вероисповедание в Турции, именно, разумеется, ислам, очень часто чем Турция, кстати, достаточно сильно отличается от многих других мусульманских стран, что достаточно трепетно и с достоинством они относятся к другим культурам, и поэтому даже возвращаясь к Стамбулу, который мы заедем в рамках шестого этапа заключительного, даже Айя-София не была очень сильно изменена. Да, она была переделана под мечеть, но дань уважения изначальным ее возводителям и культурам были отданы. В том числе это же касается и церкви Святого Николаса. Тем временем у нас пришло время для еще одной небольшой паузы, после которой мы обязательно вернемся и продолжим наблюдать за вторым этапом Тура Турции. никуда не уходить. Возвращаемся на дистанцию второго этапа Тура Турции. Ахмед Оркин на наших с вами экранах, который заявил, что действительно рассчитывает на то, что сумеет победить хотя бы на одном из этапов этой гонки, а может быть высоко подняться и в генеральной классификации. Посмотрим, как у него это получится. Тем временем его напарник по команде Онур Балкан, который находился в отрыве, является лидером классификации достопримечательностей Турции, лидером классификации белой майки. Он вернулся в пилотон. Так что у нас в отрыве остается два гонщика. Это Маэстри и Феррас. Вот очередной городок проезжают сейчас гонщики. Видим, что много людей выходит встать вдоль обочины и поддержать гонщиков. Все-таки для турецких жителей любое подобное событие является достаточно любопытным, новым и с удовольствием они его посещают. Благо, что времени на это тратить нужно совсем чуть-чуть. Что касается тех достопримечательностей, которые опять же уже преодолели, это городок Кекова, достаточно любопытный. Он отстроен по сути заново на суше, но именно исторический город, сам Кекова, он находится под водой, уже я думаю, вы помните то, что землетрясение где-то лет 15 назад очень сильное было в Турции. так такое же было еще раньше и не одно, и в результате одного из таких землетрясений город Кекова оказался под водой, под морем. Ну и разумеется, это отличное место для дайверов, очень они его любят, часто там погружаются. Шикарные общие планы, как и обычно с Тура Турции мы получаем. Этот регион вообще очень красивый и своим морем, и береговой линией, конечно же, вот этим вот горами, которые на фоне этого пейзажа появляются. Ну и если мы говорим о вот вот, пожалуйста, одна из мечетей, вообще их очень-очень много, можно увидеть в каждом, любом, по сути, даже самом маленьком городе обязательно мечеть можно обнаружить. Так вот, если говорить о тех местах, которые уже сегодня проехали, то современное местечко Каш в регионе Антифелос, который раньше назывался сконструированный в четвертом веке до нашей эры, и, конечно, главной достопримечательностью является так называемая лайн-томб, то есть гробница льва. Две головы льва на входе ее стоят, такая чисто византийском стиле. Ну и большой амфитеатр, который внутри располагается, по сути, все это находится в 10 минутах пешком от центра города и также является очень популярным местом у туристов. В целом все, сегодня действительно такой этап не самый большой на достопримечательности, осталось нам поговорить только о финишном городке Фетхи, мы это сделаем чуть-чуть попозже, там уже тут Фетхи все-таки большей части известна своими туристическими направлениями нежными или историческими памятниками архитектуры или же живописи, например. Так что давайте сейчас, ой-ой-ой-ой, что-то не везет гонщикам Астаны, Чернецкий падает вместе с Тлеубаевым похоже, тут же еще Франческо Гавац похоже, так, ну тут еще один гонщик Астаны, вообще Чернецкий падал вчера, но все для него обошлось, но сегодня вновь падение и это, конечно, может быть очень неприятно и очень обидно, если с Чернецким что-то случится, потому что он сейчас находится в отличной форме, напомню, еще вчера говорил, что был десятым по итогам Джиро де Ломбарди, заключительной монументальной однодневной гонки сезона, но тут врач команды общается с Чернецким, неужели лицом ударился, повторно пока не показывают, неприятный, конечно, момент, прощупывают ключицу, большую берцовую кость, вроде все в порядке, да, похоже, просто лицом ударился, это, конечно, очень неприятно, это надо обязательно проверить на предмет потенциального сотрясения мозга, но если все в порядке, то, по идее, эти травмы не должны помешать ему продолжить гонку, ну да, протерся коленом, это мы видим, да, неприятный, конечно, момент для Чернецкого, вообще, для Чернецкого сейчас каждая гонка важна, учитывая ситуацию с его контрактом на будущий год, точнее, его отсутствия, по-моему, подбородок разбил Чернецкий, тут торопиться некуда, я думаю, что пилотон его обязательно дождется, давайте смотреть повтор, но не видно, конечно, не видно, что тут произошло с вертолетного плана, надо смотреть, так, нет, это все-таки не Гаватца была Марко Фрапорте из Андрони Сидермек Ботеки, ну, ждем, ждем решения по Чернецкому, пока продолжают оказывать ему помощь, пилотон уезжает все дальше, за машиной, конечно, я думаю, организаторы не будут против, если он посидит потом, но в любом случае ситуация неприятная. Что касается Астаны, то вчера я говорил, что Дмитрий Груздев продлил контракт с казахстанским проектом, ну, а если говорить о новостях в целом, то Алехандро Вальверде рассказал о своих планах на следующий сезон, сезон 2018 года, и заявил о том, что не планирует посещать Tour de France, то есть программа будет нацелена на весенние классики, Арденские, разумеется, в первую очередь, затем Джиро до Италии и Вельта, вот такой вот календарь Вальверде для себя продумал, ну, вообще, на самом деле, достаточно разумное решение, не всем гонщикам удается выйти на пик на Ардене и затем на Джиро, но Вальверде суперопытный боец, который, мы знаем, умеет держать топовую форму напряжения чуть ли не всего сезона, я думаю, для него этого особого труда не составит, конечно, еще непонятно, как будет вести себя его организм после серьезной травмы, которую он получил на первом этапе Тур-де-Франц этого года, очень обидно это было, а учитывая то, что Найра Кентано после Джиро де Италии не сумел показать свой максимум, для Мувистара в целом сезон получился, ну, можно сказать, провальным. Вот видимо, я думаю, что в пилотоне сейчас не самый высокий темп, я думаю, поступила информация от спортивных директоров, что слишком быстро догоняют они отрыв, и вот на двух минутах теперь держат за 72 километра до финиша, ждем подробностей от Сергея Чернецкого, сумеет ли продолжить гонку, но у нас пока небольшая пауза. Возвращаемся на дистанцию второго этапа президентского тура Турции, 53-я версия этой гонки, вот в местечке Каш мы сейчас находимся. Красивый порт, тут такая вот гавань. По-прежнему нет у нас информации по поводу того, сумел ли Сергей Чернецкий продолжить гонку, ну вот сказал я, что нет контракта у него на 2018 год, оказался неправ, меня поправил при Саташе Астана и Виталий Абрамов говорит, что на будущий год, в 2018 у него по-прежнему контракт с Астаной имеется, так что переживать нечем, при переходе в Астану контракт был подписан на два года. Ну что ж, ну это хорошо. Это хорошо, и хорошо, что у нас возвращается картинка. Скажу по секрету, что были небольшие проблемы, но теперь, слава богу, они позади, 71 километр до финиша, 2.03 преимущества отрыва надо основной группой. наблюдаем за работой Мирко Маэстри, стандартная передача для равнины у него стоит, продолжают в спокойном темпе двигаться гончики в отрыве. Ну и вот старый город Патара на наших с вами экранах и местный амфитеатр. Конечно, здорово смотрится хорошо сохранились, несмотря на колоссальное количество событий, в том числе и военных, которые в местных регионах проходили. Ну и общий план всегда очень красив и всегда на него акцентируют внимание в рамках тура Турции. Ну согласитесь, что есть определенная разница между туром Катара, туром Омана, туром Дубая, туром Абудаби и туром Турции в плане того, что все-таки более живые такие камерные планы на туре Турции и конечно не угнетают так, как огромное количество песков, которые мы видим вне городской части гонок, которые я перечислил до этого. Хочу напомнить вам так, смотрите в фрапорте как приложился неприятно. Тут нужно обязательно дезинфицировать рано промыть. Я думаю, это сейчас фрапорте и хочет сделать, ну и может быть перевязать. Хочу напомнить вам, что ведем интерактивное общение путем социальной сети Twitter, ваши вопросы, комментарии, интересные мысли или может быть прогнозы на итог сегодняшнего этапа оставляйте по адресу собака MJK16 повторяю собака MJK16 сегодня достаточного с эфирного времени, так что есть возможность пообщаться. Так, а тут что? Кто-то из-за станы теперь еще и прокол переднего колеса получает, ну а нам показывают Энрико Барбин, который сегодня едет в красной майке лучшего горняка, но по итогам этапа он эту майку отдаст, правда, своему же напарнику по коллективу Бордиани ЧСФ Мирко Маэстро, который сейчас находится в отрыве. Ну и также хочу вам напомнить, что если у вас нет возможности, например, наблюдать за событиями этапов тура Турции по телевизору, непосредственно по телеканалу Евроспорт 1, которому сейчас у нас трансляция идет, то всегда можно воспользоваться услугами приложения Евроспорт Плеер, и наблюдать за гонкой, где бы вы ни находились, если у вас есть подключение к интернету. Причем вы можете делать, как на ваших смарт-ТВ, на компьютерах, планшетах или же мобильных телефонах. Так что подписывайтесь, совсем недорого и очень даже удобно. Риккардо Минали, итальянский спринтер команды Астана. Именно у него был прокол переднего колеса. Вчера отсечен он был завалом, поэтому толку он спринтануть не смог, хотя сейчас я проверю. Есть у меня ощущение, что там другая была причина, почему Минали не сумел себя показать. Да-да, Минали не был отсечен завалом, но его заблокировал похоже Эдвард Тюнс, если не ошибаюсь. Так, сейчас голове я себе представляю вчерашний спринт. Да-да, там Тюнс пересек его траекторию и Минали не сумел показать свои максимальные ваты. В связи с этим в итоге стал шестым. Вообще вчерашний спринт, конечно, очень забавным получился. Половина десятки это люди, которые должны были развозить своих капитанов. Например, тот же Федерико Цюрло, который должен был работать на марку Кумпа, но Кумп оказался в группе позади. Ну, что касается Бора Хэнсгроя, то в очередной раз у Сэма Беннета и у Матео Пилуки была свобода действий, то есть Пилуки не заставляли работать на Беннета и в очередной раз Беннет доказал, что он сильнее на данный момент, да и в целом по ходу сезона, нежели его итальянские визави. Полторы минуты остается в запасе у группы отрыва за 67 километров до финиша. Ну, и тут в Пилотоне совсем невысокий темп, и вот это очень-очень опасно, как мы уже успели убедиться. Теряется концентрация и вот такие глупые падения на не самой высокой скорости, которые обычно самыми опасными выходят. Тут небольшой холм для Маэстри и Фераза, ну и Пилотон уже прекрасно их видит, но неужели сегодня за 60 километров до финиша доберут? И что же будет дальше? Любопытная ситуация. Пока не собираются сдаваться ни Маэстри, ни Фераз. Конечно, внешне может быть очень обманчиво то, что Пилотон так близко и пятиполтермин, которые нам пишут, вполне могут оказаться правдой, но в любом случае тот факт, что основная группа видит то, где находится отрыв, сама по себе позволяет им увеличить скорость чисто психологически даже и добрать беглецов. Так, ну вот хочет оператор, чтобы в один план попал у нас сейчас отрыв и Пилотон, но до этого пока рановато. Ну, а тут здесь есть бронди полковица продолжает вести борьбу, тут общение, чем недоволен сейчас гонщик Сауль Брасил, считает, что оператор слишком близок, или то, что гонщик трек за Гафредо как-то неправильно держит траекторию, ну, если честно, не та ситуация сейчас, чтобы возмущаться действиями мотоцикла с оператором, но даже если он дает небольшую аэродинамическую помощь, слишком очевидна ситуация для отрыва и бесперспективность, чтобы что-то по этому поводу высказывать. Ну, опять же, подразумеваю, я, что возмущался гонщиком Монсайл, он просил, что мотоцикл помогает добирать его напарника по команде Муриле Ферраса. Тем временем у нас сейчас будет еще одна небольшая пауза, после которой обязательно вернемся. Возвращаемся на дистанцию второго этапа президентского тура Турции 53-я версия этой гонки. И на наших с вами экранов Сергей Ферсанов, гонщик команды Газпром Русвелла. Внешне что-то не очень хорошо сейчас выглядит Сергей. Возможно опускается за питанием или за водой. В противном случае, если он сейчас уже отстает, то вообще есть риск не вписаться в лимит времени. чуть успокоилась группа отрыва, понимая, что слишком быстро начинают добирать отрыв. Основная группа успокоилась и сейчас преимущество первой группы настигает уже практически двух минут. Отличное настроение у представителя трек Загафредо и у гонщика Сисис Брандиполковица. Продолжают они активно общаться на какую-то тему. Вообще настроение в пилотоне великолепное, но повторюсь, главное, чтобы сохранялась концентрация и вот таких падений, как один из Сергея Чернецкого мы больше не увидели. Немного об истории тура Турции за последние годы. Напомню, что в прошлом году в генеральной классификации выиграл тогда еще гонщик команды Кару Райл, ныне представитель Катюши Альпицина Хосе Конкальвеш. Опередил он своего напарника по испанской команде тогда Давида Ароя. Третьим стал тогда еще представитель команды Астана Сити, ныне гонщик уже главной команды Астана Никита Стальнов. Ну вот, что касается Чернецкого, то сошел он с гонки, как поступила информация, увезли в больницу, но будем надеяться, что с Сережей все в порядке и обойдется без серьезных каких-то травм. Ситуация неприятная, потому что я уверен, что Чернецкий был одним из тех гонщиков в составе казахстанской команды, которые могли высоко забраться в генеральной классификации по итогам этого тура. Будут зашивать подбородок, вот как сейчас говорят, и разумеется, раз такое серьезное рассечение, то есть подозрение на сотрясение мозга, ну и правильно, разумеется, что такое решение приняли, потому что мы помним, что было с Астономом с Куиншем на одной из американских гонок, когда вовремя они дали команду сойти, ему и сняться с гонки опасная ситуация в целом была, но слава богу, тогда обошлось без каких-то последствий. Так вот, Стального был третьим, далее Луис Масс, Боне, Адам Хансен на пятой позиции, ну и далее подряд гонщики Лото Судаль, Хендерсон, Брукс, Докс, ну там вообще был невероятно забавный этап, третий из Аксарая до Кони, когда уехали гонщики Лото Судаль от всех, 8 человек, в первой группе из них 6 гонщики Лото Судаль, выиграл Грайпель, но остальные проиграли кто-то 2 минуты, кто-то 7 минут дальше, начиная с 19 места и разумеется это имело значение, так, ну а теперь у нас уже у Марко Бенфато, который, на котором по наследству от Сэма Беннета достала зеленая майка лучшего в очковой классификации, тоже прокол, много сегодня проколов, будем откровенно, так вот, чем запомнился помимо этой увлекательной командной атаки Лото Судаль по Турции в прошлом году, был любопытный этап в Каппадокии, который выиграл Пьо Бильбао, тогда еще представляющий так же, как Рураль, ныне выступающий за Астану, несколько спринтов было и по 2 выиграли Саша Моделу и Якуб в Марычко, но вот Гонкальвиш хоть ни один этап и не выиграл, зато в генеральной классификации стал первым. Прошлые годы лично не очень запомнился тур Турции 2015 года, Марк Эвенничтаг на нем присутствовал, три спринтерских этапа он выиграл, еще один этап достался Андрея Граппель и еще один Саше Моделу, ну а что касается Гор, то этап до Эль Малы даже несколько похожий на то, что мы видим сегодня, выиграл супер-ветеран и даже тогда еще, точнее, тогда уже бывший супер-ветераном Давида Ребелин, 7 секунд ему проиграл Кристиан Джурасик, 50 секунд Эдуардо Сепульведа, остальные более минуты. Ну и второй важный этап из Денизли до Сычука выиграл Пьо Бильбао, вообще для Пьо Бильбао эта гонка всегда очень хорошо получалась. Мигель Анхеллопес, тот самый, который феерил на Уэльте в этом году за стану колумбийца, стал вторым, но, конечно, главная борьба была между Ребелином и Джурасиком, и Джурасик приехал шестым, проиграв 18 секунд, а Ребелин вкапнул и проиграл более минуты в итоге. Ну и за счет этого в генеральной классификации Ребелин опустился на второе место, а на последнем этапе в Стамбуле Ребелин упал очень неудачно и вовсе не сумел добраться до финиша гонки, так что Хорват Джурасик из Лямбре тогда еще победился, пулю достал второй, а Джей Маккарти третий. Если вспоминать о более ранних годах, то 2014 год замечательная победа Адама Йейтса, опять британцы феерили на этой гонке, Кевин Деш выиграл четыре этапа сразу, первый горный этап из Финники до Эль Малы выиграл Рейн Тареме, тогда еще выступавший за Кефидис, шесть секунд он проиграл Адам Йейтс, остальные почти сорок секунд, еще раз прокололся Марко Бенфато, или же повторным кадром отдают непонятно, что-то происходит. Неужели еще один прокол? Тогда тоже было заднее. Могло быть, что проколол лобу, показалось, что одно, или сейчас решил второе поменять, но нет, вновь заднее колесо, но может поставили как-то плохо, тоже такой вариант возможен. Так вот, на том туре Турции 2014 года здорово себя показывал и Мерхави Кудус, ныне выступающий за команду Dimension Data эритрейский гонщик. Ну и Тарамай вышел лидер генеральной классификации. Один спринтерский этап у Кевиниша Вивиани сумел отнять. Ну и затем из Бодру Модесси Джука очередной раз горный этап и на этот раз Адам Йейтс сумел выиграть. Опередил он формулу Ребелина и Тарамай на 7 секунд плюс бонификации и за счет этого Йейтс вышел в лидеры генеральной классификации. Этап до Измира выиграл Вивиани еще раз переиграв Кевин Диша. Ну и в общем зачете в итоге 5 секунд выиграл Йейтс Тарамай и в третьем стал Роман Орди Француз. Далее Формулу и Ребели. Ну вот до этого я бы не сказал что очень высокая конкуренция была на туре Турции. В 2003 году выиграл ретрейц Натнеэль Берхане обойдя Йоанна Бого и Максима Медереля. В 2012 году выиграл казахстанский гонщик Александр Диченко обойдя болгарского гонщика Данаила Петрова и испанца Адриана Паломареса. В 2011 году выиграл Александр Ефимкин. Россиянин переграв Андрея Зийца и Тибо Пино. Даже если честно не знал я что Тибо Пино на подобной родогонке участвовал. Но тот год был практически без горных этапов. И поэтому очень много решалась на промежуточных премиях. Но вот Ефимкин сумел найти момент для удачной атаки и в итоге за счет этого рывка на пятом этапе вместе с Работинь тогда уехали сумел одержать победу. Тогда Ефимкин выступал за команду Team Type 1 если помните такой коллектив. Менее шести минут тем временем у нас до финиша 2.30 преимущества от района основной группы еще немного отпустили. Ну и последняя такая с высокой конкуренцией я бы сказал сильным составом гонка Тура Турции самая давняя в плане разумеется была в 2010 году когда выиграл Джованни Висконти и это был последний тур Турции на котором присутствовала гонка с раздельным стартом если не ошибаюсь пролог был на 6 километров Грайпель его выиграл вообще очень любопытная получилась гонка Грайпель выиграл стартовый пролог обойдя Вангардера на 6 секунд и Боднера на 9 дотем Грайпель выиграл спринт обойдя Ангела Фурлана и Клаудио Кучиноту затем взялся задел Джованни Висконти который выиграл этап до Мармориса обойдя Шпилока и Тарамай и тут же еще один до Памуккале обойдя Вангардера на Иман Кути кстати очень интересный этап там получился с гигантскими разрывами затем вновь спринт Фетхи как раз таки Грайпель выигрывает его из Фетхи до Финики еще один спринтерский этап вот сегодня в обратную сторону двигаемся Финики было в самом начале на 15 километре а Фетхи и финиш ну а тут немного иначе и тоже Грайпель его побеждает выиграет тоже его забирает выигрывает таким образом свой четвертый этап на этой гонке ну и затем из Финики до Анталии спринт выигрывает все таки Элия Вивиани Висконти становится вторым для Грайпеля слишком тяжелый маршрут оказывается но заключительный этап из Анталии до Алании Грайпель одержит свою пятую победу вновь переигрывая Фурлана и Ван Хамеле генеральная классификация побеждает Висконти на 29 секунд обходит Ван Гардерен и на 33 секунды обходит Давида Монкутье до этого на гонке побеждал Дарри Лимпи переигрывая Давида Малакарна и Давида Гарси до Пенни сам Давид Гарси до Пенни побеждал в 2008 году тогда обошел он своего соотечественского Хосе Альберто Бенитеса и Питера Якобса бельгийского гонщика до этого не раз отмечались болгарские и иранские гонщики Ивайло Гобровский выиграл в 2007 году обойдя Яна Сипеки и Хосейна Аскари ну вот недаром нам показывали историю тура Турции 2008 года потому что другую категорию получила гонка и совсем другие составы на ней начали появляться 2006 год побеждает иранец Жадер Мизбани 2005 год болгарский гонщик Святослав Ченлиев 2004 год Ашат Казимин 2003 году тур в Турции не проводился 2002 побеждал вновь Жадер Мизбани вообще если углубляться в историю тура Турции то мы найдем очень много российских победителей этой гонки то есть российских до этого представляющих Советский Союз ну и всегда эта гонка была популярна последним россиянином который тут выиграл стал Александр Ефимкин в 2011 году об этом мы уже сегодня говорили ну а сейчас на ваших экранах Матео Пилуки которому дают свободу Фобора Хэнс Грой но особо воспользоваться и него не получается но настроение тем не менее у него очень даже неплохое очень низкая средняя скорость сейчас то есть даже можем посчитать последний час мы включились в 15.00 по московскому времени оставалось 91-92 километра до финиша сейчас прошел прошло чуть больше часа до финиша 57 километров то есть едут медленнее чем 35 километров в час со средней вот это точнее со средней не знаю как но последний километр едут проехали за 35 минут и это конечно говорит о том что темп сейчас не самый лучше то есть мы еще Продолжает Мирко Маэстри работать наряду с Мурил Феррасом. Давайте немножко о Маэстри поговорим, о его сезоне. 91-го года рождения итальянский гонщик. На будущий год контракт у него с Бородианом ЧСФ присутствует. Достаточно поздно начал. Первый профессиональный контракт был заключен в 2016 году. То есть в возрасте 24 лет для Мирко. И что касается текущего сезона, то второй гранд-тур в своей карьере проехал Маэстри. Конечно же от Джирода Италина, который присутствовал в Бородиане ЧСФ. До этого он начинал сезон в Аргентине. Проехал в Эльта а-ля провинция де Сан-Хуан. Затем заглянул на итальянскую гран-при Коста де Лестручи. Проехал полностью тур Абу-Даби. Все это, разумеется, без серьезных результатов. С Радебьянки до финиша не добрался. Гран-при Индустрия Артиджинато Лорчано. Затем Терене Адриатика, которая достаточно ярко для него сложилась. И он стал вторым в очковой классификации. Два балла уступив Петеру Сагану. Очень много он участвовал в отрывах. И за счет этого набирал баллы. Чуть-чуть ему не хватило, чтобы выиграть. Проехал Милан-Сан-Рема. Затем Дрегас де Панк Оксиде. Лимбург. Гран-при де Денан. Амсел Гултрейс, где до финиша не добрался. Тур Хорватии. Ну и вот Джиро де Италия. Добрался до финиша. Стал 143-м в Генерале. Лучшее место на этапе. Был 19-м в рамках пятого этапа до Мессины. Что, конечно же, не слишком здорово. Сейчас небольшая пауза, после которой вернемся к Мирку Маэстри. И о многих других также побеседуем. Возвращаемся на дистанцию второго этапа 53-го президентского тура Турции. Ну и Жантос. Старый город. И как будто бы мы из Каши не уезжали. Такой же амфитеатр. Все примерно так же. Рыночная площадь. Строение. Ну, кстати, очень много фильмов снимают исторических в этом регионе. Когда нужны декорации соответствующие. Действительно здорово смотрится. Ну и доказывает, насколько однотипные Все же были города. Ух, красиво смотрится. Вот этот вот амфитеатр. Который забивался людьми Еще До нашей эры. Очень здорово. Ну да ладно. Возвращаемся на дистанцию Самой гонки. 53 километра до финиша у нас остается. Продолжают двигаться гонщики В очень и очень скромном темпе. 2.28 У нас остается до финиша. 2.28 остается, разумеется, Преимущество отрыва над основной группой. Говорили мы о Мирко Маэстрии. После Джирида Италии он отправился на Тур Чехии, Где стал 46-м в генеральной классификации. После чего ряд французских гонок посетил Тур Дании. Гран-при Бруно Бегелии. Ну и вот Туром Турции заканчивает он сезон. Много гонок, мало результатов. И конечно же Если честно не знаю, Что пытаются вырастить из Маэстрии. Ну наверное гонщик, который будет вот так вот кататься По отрывам в ожидании того, Когда наконец Какая-то большая победа к нему не придет. Ну так можно и всю карьеру провести. Ну если Не дано другого, То почему бы и нет. Ну вот, например, Завтра выйдет на старт Майки Горного Короля. Тура Турции. Гонки в Ролл Тура. Что в целом неплохо. Тут все такое же хорошее настроение в основной группе. Ну раз гонщики никуда не торопятся, То и предлагаю нам тоже обсудить. Поскольку все-таки Тур Турции Это заключительная гонка мирового тура. В календаре. И вообще одна из последних гонок Серьезных, которые В сезоне 2017 остаются. Можно обсудить То, как В целом Развивались события Этого сезона. Ну по крайней мере По Самым большим стартам. Начиналось все, как и обычно В Австралии в январе. С Тура Даун Андер. Приехал. Достаточно неплохой состав на эту гонку. Победил в генеральной классификации Ричи Порт, обойдя уверенно Хонест Ивана Чавеса и Джей Маккарти. На отдельно взятых этапах В первую очередь отметился Калиб Юэн. Он выиграл Стартовую традиционную классику. И еще, помимо этого Пять этапов. Остальные два этапа Выиграл Начнись, четыре этапа Вместе с классикой пять. Два этапа оставшихся Выиграл Ричи Порт. Очковую классификацию Выиграл Юэн. Генеральную выиграл Порт. Ну и только вот В зачете Горного Короля Отличился Бельгиец Томас Дегент. И то он всего на три очка Войдя Ричи Порта. Если Если говорить о Мартовской части То в первую очередь Конечно же Парижница На эту гонку стоит обратить внимание Хороший у нее был состав И победу в общем зачете Одержал Серхио Луисенао Из команды Sky Обойдя на две секунды Альберто Кондадора И Дэна Мартина. В чем очень интересно Складывалась эта гонка В начале Спринт Выиграл Точнее Относительно был спринт С сильными ветрами этапа И Демар вместе с Алофилиппом Уехали И Демар разумеется Выиграл спринт Алофилиппа Но привезли они Девять секунд Еще одной группе Девятнадцать секунд Еще одной Ну и в общем Разрывы были Очень даже приличными Кондадор потерял Более минуты Уже на первом этапе Затем спринт Выиграл Кол Брейли У Деген Кольба И Демара После чего Еще один спринт Выиграл Сэм Беннет Как раз таки Который сейчас является Лидером генеральной Классификации Тура Турции Обойдя Кристофа И Деген Кольба Ну и затем Была горная разделка До Монт Брюли И выиграл ее Достаточно уверенно Жулиан Аля Филипп На девятнадцать секунд Обойдя Кантадора На двадцать Галапана Ну и вот Тут казалось уже Что Аля Филипп Должен удержать Это лидерство В генерале Затем еще один спринт Грапель Демар Груневеген Тройка Ну и вот Первый горный этап Саймон Йейтс Выигрывает Энао Второй Семнадцать секунд Проигрывает Двадцать секунд Проигрывает Порт Далее Двадцать девять секунд Аля Филипп И Дэн Мартин Кантадор Уступает Тридцать Двадцать две секунды Ну и тут казалось Что вроде Неплохо себя Аля Филипп чувствует И должен удержаться Но не тот-то было Седьмой этап Из Ниццы До Коль де Ла Кулоль Порт Выигрывает Кантадор Проигрывает Двадцать одну секунду Мартин Тридцать две Энао Столько же Там же рядом Изагир Фульс Анклятур Закарин Ну а Аля Филипп Теряет Две минуты Сорок Что конечно же Непозволительно Много Ну и традиционный Заключительный этап До Ниццы Де Ла Круз Выигрывает Кантадор Становится вторым А если бы он стал первым То за счет бонификации Ему бы хватило Этого до победы Пять секунд Проигрывает им Солер Двадцать одну секунду Доступает большая группа С Колбрелли Аля Филиппом И Энао Ну и Как итог Две секунды В пользу Энао Кантадор Второй Мартин Третий Аля Филипп В итоге только пятый Закарин Шестой Что было в сезоне Дальше Обязательно обсудим После небольшой паузы Возвращается Наша трансляция На 53-й президентский тур Турции 47,5 километров до финиша Остается Две минуты Преимущество Мирко Маэстри И Мурили Ферраса Над основной группой Продолжается Такой неспешный темп Сегодняшней гонки Декорации Немного меняются А ход гонки Особо нет Продолжаем вспоминать События Этого сезона Закончили с Поречницей Самое время перейти К Тире на Адриатике Стандартные Гонки Двух Марии По дорогам Италии От Тиренского До Адриатического В этом году Ее выиграл На Аэрокинтан Начиналось Традиционно На Алиду Дико Майор С командной гонкой С родильным стартом БМС Ее выиграла Кукстеп Стал вторым Францес Дежо Третьими Затем Герайн Томас Красивая атака Выиграл второй этап Обойдя Тома Демилана И Петера Сагана А также Грега Иван Навермата Но Навермат Стал лидером Генеральной Классификацией По итогам Этого старта Затем Спринт Саган Вивиани Руланс И Роуан Деннис Выходят Лидеры общего зачета Ну и Четвертый Главный этап Из Монсальто Ди Кастро До Монте Терминило Где Кентано Шансов Никому По сути Не оставляет На 18 секунд Опережает Гернэта Томаса На 24 Адама Ейц Эри Габерта Урана Остальных На 30 секунд И больше Пятый этап Получается Так же любопытным Холмистый этап Из Риети До Фермо Петер Саган Переигрывает Тибо Пино Примаша Роглича Томас тоже рядом Но Кентано Не выпадает И остается Лидером Шестой этап Спринт Где Гавирия Переигрывает Сагана Из Тойвена Ну и заключительный Седьмой этап Из Сан-Бенедетто Дель Торонто Разделка 10-километровая По этому Курортному городку Так Тут пошел Розыгрыш Спринтерская премия У нас Тем временем Феррас Против Маэстри И в очередной раз Итальянец Оказывается Сильнее И переигрывает Бразильского Гонщика Ну Ничего не поделаешь Все-таки Уровень Маэстри На данный момент Выше Он собирает Максимум баллов Феррас Становится вторым Интересно Как в Пелотоне Будут разыгрывать Третью строчку Все-таки Это секунды Я думаю Кто-то обязательно Должен дернуться Томас Выиграл Кстати На той разделке У Кентаны Причем Достаточно Прилично Но Не спасло Его это Кентанов Первый В общем зачете Деннис Второй Пино Третий Ругли Четвертый Томас Только пятый Том Демолян Шестой Ну Разумеется Разумеется След за этим Последовала Милан Санрема Первая Монументальная Дневная гонка Сезонна Для Класси Чистима Очень Красиво На мой взгляд Она Прошла Так Ну тут Тем временем Борьба Улиси Пошел Барбин Пытается Его переспринтовать Мюльбергер Так же Но нет Улиси Находит Свою секунду Очень важную И забирает Ее Мюльбергер Пытался За Беннета Эту секунду Отнять Но Играл Аля Филипп Стал Третьим Ну а Спринт Из основной Группы Выиграл Александр Кристоф Апереди Фернандо Гавери Арно Демара И Джона Деген Кольба Сарабуани Кристина Сбарали Далее Командная Разделка И БМС Побеждает Мовистар Получает Штраф Минуту В итоге Уступает за счет 58 секунд Скай Второй 44 секунды Проиграл Уникальная Такая Разделка Для подобной РД гонки Более чем На 40 Км Ну а Сейчас На самом деле Нужно быть Внимательными К тому что Происходит В Пелотоне Поскольку Боковой Ветер У нас Появляется И начинают Образовываться Эшелоны Так что Эльта Каталонию Немножко Отложим В сторону И смотрим На что Происходит Тут Но все таки Ждут Похоже Не возвращаются Гонщики Воссоединяется Основная Группа За счет Этой Промежуточной Премии Сократили Преимущество Отрыва Минничим Две минуты Остается В запасе Но и тут Снова Успокоились Нет Не будет Тут Каких то Атак Заранее По крайней мере На данный Момент Возвращаемся К Каталонии Третий этап Из моторода Ла Молины Вальверде Первый 13 секунд Проигрывает Крис Фруму Столько же Альберто Кантадор Ну а Вангардер Ловит Кризис И проигрывает Практически Две минуты Что конечно же Очень и очень Много Там погода Еще была Очень тяжелая И не справился Вангардер Вальверде Станется лидером Генеральной Классификации Затем Холмистый Этап Который выигрывает Импи Вальверде Становится вторым Ну и Заключительный этап Барселоны С прохождением Монжуика Вальверде Решил забрать И его Обойдя Харлинсона Понтана И Артура Вишо Очень силен был Вальверде На этой гонке Ну и в генерале На минуту Даже более чем На минуту Обошел Вальверде Кантадора На минуту 16 Напарника По команде Солера Ейт стал четвертый Вангардер В итоге Только Пятый Но Разумеется Вальверде На этом Решил Не останавливаться После этого Отправился Он на тур Страны Басков О котором Поговорим После Небольшой Паузы Возвращаемся На дистанцию Второго Этапа 53 Президентского Тура Турции Ну и вспоминаем Ну и вспоминаем События Этого сезона Мирового Добрались мы с вами До тура Страны Басков Начинался Начинался Он Думя Спринтерскими Этапами Первый Из которых Выиграл Майкл Мэтьюс Собередив Джей Маккарти Саймона Геронса Второй Достался Микеле Альбазини Вторая Переделала Максимилиану Ричезе И Шина Деби Ну а затем Уже Холмы Первый Из этапов Холмистых Выигрывает Давид Делакрус Обойдя На 3 секунды Михаила Пытковского И Джей Маккарти Он уже Становится Лидером Генеральной Классификации Удерживается Он На следующем Этапе До Бильбао Который Выигрывает Роглич Привозя 3 секунды Мэтьюс И Висконси После Чего Первый Горный этап Традиционный этап До Эйбара До Горы Рядом с этим городом Которая расположена И Вальверде Одерживает победу На этом этапе Обходя Барде Урана Вутса И Мэйнтиса 3 секунды Проигрывает Кантадор Остальные Проигрывают 15 секунд И больше Вслед за этим Разделка На 27,7 Км Примаш Роглич Ее выигрывает 9 секунд Уступает ему Вальверде 15 секунд Йон из Агиры 23 секунды Кантадор 34 секунды Делакрус Хорошая разделка В исполнении Давида Делакруса Ну и в генеральной Классификации Вальверде На 17 секунд В итоге Обходят Кантадора На 21 секунду Из Агиры И на 44 секунды Делакруса Роглич Становится пятым Проигрывает Чуть менее Минуты Такая замечательная Серия побед Для Вальверде Это разумеется Еще не все Но сейчас Немножечко Отойдем От Испанских гонок И поговорим О северных Классиках Которые тогда Проходили параллельно На которых Блистал Грег Ванавермат После Победы На Омлупе И победы На Е3 Харельбеке Гент Вевельгем Еще выиграл Ванавермат Передив Кёккелера Уехав С Кёккелером И обыграв Ванафиниша Саган Стал третьим Далее Терпстр И Дегенкольп После чего Турфландри Которые Для Ванавермата Складывался В целом Неплохо Раннюю Очень раннюю Атаку Предпринял Филипп Жилбер И Ванавермат В принципе Вместе С Саганом Вместе С Оливером Нассеном Добирал Добирал Уже Жилбера Но Случилось Вот это вот Падение Когда Саган Зацепился За одного Из болельщиков За металлическое Ограждение В итоге Саган Отлетел На 27 Место Нассен На 23 Но Ванавермат Решил Не сдаваться Продолжил Ну плюс Ему еще чуть повезло Что поломок У него не было С байком Продолжил Стал вторым Но Жилбера Уверенно Все До спринта Довел Ванавермат В котором Переиграл С Денека Штибера Себастьяна Лангвильда Еспрестовина И Джани Москона Демар Выиграл спринт За шестое место Далее Грайпель Тюинс Петти И Дегенгольб Ну конечно Насколько удачно Вальверде Выступал На Испанские гонках И на орденские Классика Настолько удачно Ванавермат Себя показал На Северных Классиках Продолжил Продолжил Оказывать Помощь Марков Прапорти Тем временем У нас уже 38 Кландров До финиша И минута 24 Остается в запасе У гонщиков В отрыве Теперь Перейдем К Орденским Классикам Начинало Все по традиции С Амстал Голдрейса Ну и Жилбер На фоне Своей победы На Дури Фландри На остатках Формы Еще Замудрился И Амстал Голдрейс Забрать Эта победа Стала Для Жилбера Рекордной Четвертой На этой Голландской Гонки Опередил он Финишном спорте Михова Квитковского 10 секунд Проиграли Мальбазини Хас Рохас И Энау Но вообще Новый маршрут Там Сокол 3 С многим Понравился Получилась яркая Открытая гонка И Действительно Многие Ноги остались Довольны Ею Затем Флэш Волонь С традиционной Развязкой В Мюрде Юи Ну и тут Алехандро Вальверде Уже Четвертый год Подряд Выигрывает Эту гонку В целом Это уже Пятая его победа На Флэш Волонь Ну 4 года Подряд Это впечатляет Причем Два раза Вторым становился За это время Дэн Мартин Два раза Жюлян Аля Филипп Тут к сожалению Аля Филиппа Случилась травма Тем временем Прокол у нас У Феричана Шамли Гонщика Турецкой Национальной команды Я думаю Быстро Сейчас ему Окажут Тут помощь Переднее колесо Менять Очень быстро Так вот Вальверде выиграл Вальверде выиграл На секунду Даже Опередив Дэна Мартина И восходящую Звезду Бельгийскую Из команды БМС Дилана Тюинса Далее Блэнау Альбазини Баргиль Квитковский Моляр Году И Улиси Но и Это еще не все Льеш Бастон Льеш Разумеется И Льеш Бастон Льеш Второй раз За последние Три года Также Выигрывает Вальверде А вообще Это его Четвертая Победа На Ля Дуэн На Этой Монументальной Однодневной Классической Гонке Опередил На финишном спорте Вальверде Дэна Мартина Квитковский Стал третьим Далее Мэтьюс Изагир Бардель Базини Адам Йейтс Бутс И Рафал Майк Замкнул Десятку сильнейших Любопытно Что Ван Авермат Тоже До сих пор Сохранил форму И стал Одиннадцатым То есть Тоже был близко Что же Закончились Орденские Классики Ну и Перед Джиро До Италии Оставалась Всего Одна Гонка Ворлд Тура Это Конечно же Тур Романди Швейцарский Старт Все Начиналось С пролога В местечке Айль На 5 Километров Выиграл Фабио Феллини Обойдя На 2 секунды Алекса Доус Это И На 7 секунд Александра Эдмонсона Роглич Был 6 Вслед за этим Относительно Спринтерские Этапы Конечно Домашние Гонки Микалель Базини Обычно Такие Этапы Забирает В Лисе 2 Эрада 3 Второй Этап Из-за Игляда Булля И Штефан Кюнг Из-за Отрыва Переигрывает Андрея Гривко Колбрелли Выигрывает Спринт За 3 место Из группы Вот Средняя скорость На данный момент 33,3 км в час Это невероятно Мало Учитывая Что этап По сути Спринтерские По логии Я бы не сказал Что очень сильный Встречный ветер Какой-то Нет Просто Едут Очень медленно Ну а значит Сил Сил Осталось Много И последние Километры Должны быть Очень и очень Быстрыми Вернемся Вернемся 143 Вангардерен 52 Группа Уран И еще Очень и очень Много Гонщиков Ильнур Закарин Среди них Далее Более Весомая Разделка На 18,5 Км И на этот раз Роглич Ее выигрывает Порт становится вторым Проигрывает 8 секунд 34 секунды Проигрывает Вангардерен Изагир И Феллини Тут же рядом Амадор Закарин 10,46 секунд Уступает Девятый Фрум Столько же Проигрывает Ну и соответственно В генеральной Классификации Ричи Порт Одерживает победу Саймон Ейц Станется вторым Роглич Третий Феллини Четвертый Изагир Пятый Вот так вот Прошел тур Романти Тут о чем-то Общаются Маэстри С Ферразом Обсуждают Тоже кстати говоря Никуда не торопятся Минута 46 По прежнему У них в запасе Чуть более чем За 35 Км до финиша Ну а мы С вами Добрались До Джиро До Италии Которая в этом году Очень и очень Интересно Развивалась Началось На островах И первый этап Вообще Сенсационно Выиграл Австриец Лукаш Постелбергер Обманув Всех спринтеров Уехав На последнем Километре Одержал победу Юэн стал вторым Далее Грайпель Второй этап Грайпель Все же выигрывает Обойдя Феррари Истоевана Становится Лидером Генеральной Глассификации Андре Но уже На следующем этапе Это лидерство Теряет Интересный Холм Интересный этап С боковыми Ветрами Квикстеп В очередной раз Организует Грамотную Атаку И Гавирия Не оставляет Шансов Руди Герузели Гуи Джако Муницоло Выходя Заодно В лидеры Генеральной Классификации Четвертый этап Этно Первые горы Ян Полонц Выигрывает Из отрыва Ну а Ильнур Закарин Становится Вторым На 10 секунд Опережая Группу Основных Конкурентов Первым С которой Приезжает Герань Томас Следом Еще один Спринт И на этот раз Фернандо Гавирия Уже Без Такой Гигантской Поддержки Команды В плане Того Что его Увезли От всех Остальных Побеждает Обходя Якуба Маречко И Сэма Беннета Шестой Этап Из Реджио Калабри До Терме Луджиан И Вновь Выигрывает Отрыв Сильван Дилье Переигрывает Еспера Стоивена Основная Группа Проигрывает 39 Секунд Вслед за этим Еще один Спринт И на этот раз Калибьюин Обыгрывает Все же Фернандо Гавирио Сэм Беннет Становится Третьим Холмисты Этапы Начинаются С восьмого Пескичи Выигрывает Изагир Висконти Второй Ну а тут Основная Группа Вся приезжает В 12 секундах Без каких-либо Серьезных Изменений Ну и Девятый этап Конец первой Недели Этап До Блокхауса И тут Найра Кентана Показывает Всю свою силу Одерживает Уверенную Победу На 24 секунды Обходя Тибо Пино И Тома И Тома Димилан На 41 секунду Балки Молема На минуту Винченцо Нибели На минуту 18 Даминику Поцеливу Закарин Приезжает Восьмым Проигрывает 2.14 Но там Еще происходит Судьба Носкана Для команды Скай Падение Сходит Томас Проблемы У Ланды Которые Проигрывает По итогам Этого этапа Просто Невероятно Много Микель Ланда Приходит На финиш 165 Проигрывает 26 27 Даже минут Для Томаса Ситуация Чуть Чуть Получше Но 5 минут Он проиграл На этом этапе И конечно же Очень тяжело Продолжать борьбу В таких условиях После дня отдыха Следует разделка На 39 Км Из Фолинио До Монтефальчо Том Демолон Разумеется Ее выигрывает На 49 секунд Он обходит Герринта Томаса Который вроде бы Сумел отойти От падения Далее Юнгельс Минуту 40 Проигрывает Санчес Кентано Проигрывает Почти 3 минуты Закарин 2.19 Ниболи 2.07 Демолон Разумеется Станется лидером Генеральной Классификации След за этим Еще один горный этап Из Ференции До Баню Ди Романья Выигрывает Его отрыв И Амар Фрайля В основной группе Все приезжают В общее время Без особых разрывов Еще один спринт До Реджи Эмилия И Фернандо Гаверия Уже третью Су победу Одерживает Обходя Якуба Марычку И Сэма Беннета Ну а На 13 этапе И четвертая Победа Приходит Фернандо Гаверия И Сэма Беннета И Есперастовина Он обходит На этот раз 14 этап До Аропы Где ожидали атаки Так у нас тем временем Еще один прокол На трассу бой Иван Попеля Из трек Зага Фреду Быстро Поменяли ему колесо Так вот 14 этап до Аропы Где все ждали Что будут привозить Время Димулену Димулен выиграл Самостоятельно На 3 секунды Передив Закарина На 9 Ланду И на 14 Кентану И вот тут Уже все по-настоящему Начали верить Что Димулен способен Тут же Реда Италия Выиграть Ниболи Был в кризисе Проиграл 43 Секунды Ну а далее 15 этап До Бергамо Юнгельцев выигрывает Кентану Второй Но все приезжают Вновь в общее время Без каких-либо вариантов 16 этап Из Руветта До Бурмио Ниболи За счет Отличной атаки На спуске Сумел одержать На нем победу Вместе с Микелем Ландой Он приехал на финиш Кентану Проиграл 12 секунд Под Савиво 24 секунды Ильнур Закарин 34 секунды Основная группа Приехала Проиграв минут 35 С Демолионом Случилась та самая Ситуация Которую все В этом сезоне Вспоминают и говорят Когда Срочно Поднадобилась ему Туалетная пауза Перед началом Штурма Решающей горы В итоге Он проиграл 2.18 Но остался Лидером Генеральной Классификации 17 этап До Конацеи Пьер Ролан Выигрывает Из отрыва В основной Группе Без изменений 18 этап До Ортизеи Выигрывает Ван Гардеран Из отрыва Обходя Ланду Далее Приходят на финиш Тибо Пино И Доминико Поцовиво Спустя какое-то время Янхир Тельнур Закарин Том Демолан И Наэра Кентана В одно время Приезжают Винченцы Не были рядом С ними Ну и 19 этап До Пьян Ковалу И действительно Кризис Небольшой У Тома Демолана Этап из отрыва Уверенно Выигрывает Микель Ланда Активен Пино Активен Поцовиво Настойчив Закарин Ниболи Также пытается Что-то предпринять Демолан Проигрывает Более минуты И Лидерство Генеральной Классификации Перехватывает Наэра Кентана Затем Следует 20 этап Тоже Горный Из Портеноне До Асиаго На котором Есть Возможность Сбросить Демолана Но в итоге Получается Привести Ему Всего-навсего 15 секунд Группе Пино Закарин Ниболи Подсовьевой Кентана И перед Последней Разделкой Становится Понятно Что Слишком Небольшое Преимущество У Найро Чтобы Он сумел Его удержать Учитывая Что Последняя Разделка На 29 Километров Из Монси До Милана Выигрывает Ее Юс Ван Эмден Неожиданно Демолан Становится Вторым Ниболи Проигрывает Ему 54 Секунды Кентана Проигрывает Ему Почти Полторы Минуты Ну и В генеральной Классификации Демолан В итоге 31 секунду Выигрывает У Кентаны 40 секунд Выигрывает У Ниболи И Впервые В своей карьере Побеждает На Гран-туре Третьим Четвертым Становится Тибо Пино Пятым Ильнур Закарин Далее Доминика Подсавива Бауки Молема Боб Юнгель Садам Яиц Давида Формула Замыкает Десятку Сильнейших Вот так Прошла Джиро До Италия Стартовый Гран-тур Сезона После Которого Из Важных Гонок Следовал Критериум Дофине На котором Все ждали Победы Кристофера Фрума Но Для Фрума Все Сложилось Отнюдь Непросто Началось С Холмистого Этапа В Сент-Этьене Который Выиграл Том Дегент Попереди Факселя До Мунта И Диего Улиси Возглавил Генеральную Классификацию Дегент Затем Спринт Демар Переигрывает Кристофа Ибуани Еще один Холмистый Этап До Тулина Коин Боуман Его Выигрывает Вальдосискевич Становится Вторым Основная Группа Проигрывает 11 секунд Четвертый Этап Разделкой На 23,5 Км Ричи Порт Оказывается Сильнейшим На 12 Секунд Пережает Тони Мартин На 24 Секунды Вальверде 35 Секунд Кантадоры 37 Секунд Кристоф Фрума Видно Что Крис Еще Далек От своей Пиковой Формы Далее Еще один Спринт Баухаус Первый Далее Демар Кокар Дегент Остается Лидером Генеральной Классификации Но Шестой Этап Горный Этап До Ламот Серволе Ричи Ричи На нем Хорош Побеждает Фульсанг С прохождением Той самой Мундуша Которая Для Порта Станет Судьбоносной Фульсанг Первый Порт Второй Фрум Третий Ару Четвертый Остальные Вальверде Мартин И Барде Проигрывают 50 секунд Кантадор Минут 0.6 Ну а кто-то И его совсем Много Так Ну вот Машина Скорой Помощи Проезжает Но будем Надеяться Что Это не Сережа Чернецкий И все В порядке Будем надеяться Что все Обойдется Так вот Ричи Фор Становится Лидером Генеральной Классификации Следующий Горный Этап Выигрывает Петр Кен На ФСК И Бен Сью Становится Вторым Порт Приезжает Вместе С Фульсангом Кантадор Проигрывает Чуть менее 10 секунд Фрум Еще Больше Вместе С Вальверде Фрум Увереннее Становится Лидером Мощего зачета Но Последний Восьмой Этап Из Альбервилля До Плато Де Сулассон Неграмотно На спуске Раздергивают Порта В итоге Фульсанг Становится Победителем Этапа Дэн Мартин Проигрывает 12 секунд Далее Ментис Бухман Ару Барде Ну и Ричи Порт Приезжает Седьмым Проигрывает Минуту 15 Фрум Восьмой Минуту 36 Уступил Вальверде Проиграл 3.30 Кантадор 4.10 Колоссальные Разрывы Ну и В итоге В генеральной Классификации Фульсанг Выигрывает На 10 секунд Она входит Порта Мартин Третья Фрум Четвертая Ару Пятая Вальверде Девятая Кантадор И вовсе Одиннадцатая Ну и Конечно Не стоит Забывать Проходящие Параллельно Гонки Речь О Туре Швейцарии Тур Швейцарии Который До этого Трижды Выигрывал Руйкошта В прошлом году Выиграл Геленхилл Лопес До этого Симон Шпилок В очередной Раз Получился Достаточно Интересным Стартов Пролог По местечку Шам Руан Деннис Выигрывает Обходя Штефана Кюнга И Матеса Брандли Затем Спринтерский Этап Который Выигрывает Филипп Жилбер Обойдя Патрика Бевина И Антони Ру Еще один Спринт Мэтьюс Первый Саган Второй Деггин Кольп Третий Ну и Первый Гор Из Берна До Виларсю Лон Ларри Вербас Из команды Акваблю Спорт Одерживает Красивую Победу На 40 секунд Пережает Дамьяно Карус Стивена Кройсвега И Симона Шпилок А далее Доминика Поцавива Матес Франк Марк Солер И Мигель Ангел Лопес Четвертый Этап Из Бекса До Чевьо Саган Переигрывает Альбазини И Трентино Бэйвен Четвертый Манифацио Пятый После чего Еще один горный этап Из Лакарно До Ля Панта Поцавива Сильничная Траскошта В 4 секундах Только же Проигрывает Йон И Загир И Матес Франк Шпилок Проигрывает 12 секунд Кройсвег Также 12 Ну и Плотность Достаточно Велика Этап Отметился Падением Мигеля Ангела Лопеса Который К сожалению Был вынужден Из этого Сойти Шестой Этап До Зюльдена Еще один Горный Этап И на этот раз Шпилок Выигрывает Обходя И Загира И Домбровски И становится Лидером Генеральной Классификации Подтеснив Доминика Поцею Тем самым Который Проиграл 2.40 Ему Седьмой Этап Спринт Саган Выигрывает У Модулу И Тарантино Ну и Восьмой Этап Разделка На 28.6 Км Руан Деннис Но сильнейший Кюнг Второй Карусо Третий Первые Три позиции Для гонщиков БМС Шпилок Приходит Пятым Ну и Как следствие Генеральной Классификации Шпилок Побеждает На 48 секунд Обходит Дамьяна Карусо На минуту 0.8 Стивена Крэйсвика И Более чем На 2.5 Минуты Доминика Поцею Руикошта Пятая Дали Юн Изагира Матьес Франк Марк Солер Микельнев И Пьё Бильбао Замыкает Десятку Сильнейших Затем Следовали Национальные Чемпионаты Ну и Конечно же Дошло Все До Тур Де Франц Тур Де Франц На котором Крис Фрум Нацеливался На Свою Четвёртую В карьере Победу На этой Гонке И Третью Подряд Между прочим У нас Пока Без изменений 27 Км до Финиша Минута 44 Преимущества Отрыва Над Основной Группой Трек Зага Фредо И Бора Хенс Гроя Ведут Основное Преследование Успеем Рассказать Про Тур Де Франц Посмотрим Сколько Останется Может быть Оставшиеся Гонки Оставим Уже На Завтрашний этап Начиналось Сегодня Немецком Дюссельдорфе Начиналось Пролога На котором Как раз таки Упал И сошел Алехандро Вальвердес Если чего Пропустил Весь Оставшийся Сезон Серьезная Трамма Колена У него Была Выиграл Томас Геронь Тот Пролог Стал Лидером Генеральной Классификации Вторым Стал Штефан Кюнг Третьим Василий Тириенко Следом Спринтерский Этап До Бельгийского Вальежа Киттель Переигрывает Демара Играйпеля Ну и Третий Этап Холмистый До Лонгви Саган Переспринтовывает Мэтьюса Дэна Мартина Игрега Ван Авермата Томас Томас Остается Лидером Генеральной Классификации Четвертый Этап Выигрывает Демар В спринте Переигрывает Кристофа Играйпеля Тот 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 Самый Этап На Котором Падает Саган И Кевиндиш Кевиндиш Сходит А Саган Получает Дисквалификацию С гонки Которую до сих пор Многие Оспарев Пятый Этап Горный Этап До Лаплан Шдебельфи Ару На нем Побеждает Красивая Атака Дэн Мартин Станется Вторым Третьим Фрум В одно Время Спортом Далее Барде Йейс И Уран Фрум Выходит В лидеры Генеральной Классификации По итогам Этапа Затем Еще Один Спринт Китль Демар Грайпель Ну и Еще Один Тут же Спринт До Нуд Сан-Жоржа Китль Булсенхаген Мэтьюс На этот раз Восьмой Этап Из доля До Стасион Де Рус Выигрывает Красивая Атака Из отрыва Лилиан Кельмижан Опережая Роберта Хессинка Но в основной Группе Все заезжают В одно Время Девятый Этап Из Нанта До Шамбери Как раз Таки Тот самый Этап С прохождением Мундуша Выигрывает Его Регаберто Уран Ставт Станция Варен Баргель Крис Фрум Третий В одно Время С ними Роман Барде Фабио Рой Якоб Фульсан Тяжелый Тяжелый Получился Этап Ну а Так же Во временной Лимит Не попали Матео Тарентин Джурай Саген Микель Делаш Арно Демар Игн Десканов Якоб Гварнири Марк Ренш То есть Такой Очень Жесткий Этап Получился Этап Дашем Бери После этого День Отдыха Десятый Этап Из Перегода Берджерака Киттель Деген Кольп Груневеген Очередной Спринт Ну и тут же Спринт Из-за метода По Вперене Перебираются Гонщики И Киттель Первый Дали Груневеген И Боссен Хаген Двенадцатый Этап Который Во многом Стал Таким Тревожным Для Криса Фрума И команды Скай Испода Пирагуда Борде Его Выиграл Уран Стал Вторым Вместе С Ару Ланда Четвертый Ну а Фрум Проиграл 22 секунды И упустил Лидерство Генеральной Классификации Ару Возглавил Генерал Затем Из Сан-Жерон Это Фуа Этап Ну вот Правда Команда У Ару Была Не самой Сильной Тяжело Было Ему Держать Эту Майку Тринадцатый Этап Баргилева Выигрывает Обходя Кентану И Кантадора Которые Поехали В отрыв Ланда Стал Четвертым Ну а Оставной Группе Яйца Дэн Мартин 9 секунд Выиграли У остальных То бишь Шквитковского Фрума Ару Урана Барде И Мейнтиса Четырнадцатый Этап Из Блоньяка До Родез Мэтьюсова Выигрывает У Ванавер Матабоса Нахагена И Жилбера Очередной Холмистый Финиш Фрум Седьмым Становится В одно время Тут же Дэн Мартин И Ригаберто Уран И Рой Ловит Большой Просвет Фабиару Проигрывает 29 секунд На ровном Буквальном Месте И Фрум Возвращает Себе Лидерство В генеральной Классификации Пятнадцатый Этап Из Лайсака Далапу Иенвела И Балки Молема Из отрыва Побеждают И Диего Улития И Энтони Галапана В основной Группе Без Заменений Все приезжают Примерно В одно Время Ждут Заключительных Гор Шестнадцатый Этап Еще один Спринт Мэтьюс Переигрывает Боссона Хагена И Джона Деггин Кольба После чего Начинается Череда Горных Этапов Лямур До Сэр Шевалье Роглич Выигрывает Из отрыва Далее Уран Фрум Барде Баргиль Чуть Уступает Эмландо Чуть больше Проигрывает Дэн Мартин Кантадор Мэнтис И Фабио Ару Ару Продолжает Терять Время Ну а Барде Уран Ведут По прежнему Борьбу С Крисом Фрумом Восемнадцатый Этап Из Бриансона До Кольда Изюар Определяющий Этап Выигрывает Его Красивая Атака Варен Из отрыва Красивой Атакой Выигрывает Этвальд Босс Сунхаген Опережание Кесан Арнта И Йенса Кёкелера Ну и Сама Разделка В Марселе Побеждает На ней Поляк Матч И Боднер Всего на секунду Обходя Своей Сотечественника Михаила Квитковского Фрум Становится Третьим Проигрывая Шесть Секунд Уран Близко Проиграл Тридцать Одну Секунду Ну а Барде Случился Настоящий Кризис Барде В итоге Проиграл Очень Очень Много Стал 52 Проиграл 2.03 И Просто Чудом Устоял На Подиуме Тавда Елисейских Поли Несколько Неожиданно Выиграл Голландец Дилан Груновег Нападя Андре Грайпеля Эдварда Боссона Хагена Ну а В генерале Фрум Первый 54 секунды Проиграл Уран 2.20 Проиграл Барде И 2.21 Проиграл Микель Ланда Всего Одной Секунды Ему Не Хватило Что Касается Других Зачетов То Лучше В очковой Классификации Стал Майкл Мэтьюс Уверенно Опередив Андре Грайпеля И Эдульда Боссона Хагена Лучшим Горах Стал Варен Баргиль Вдвое Опередив Примаша Роглича И Втрое Томас Дегента Который Стал В итоге Третьим Вот так Прошел Тур Вилья Ферраса Ну Наверное Вторую Часть Сезона После Тур До Франс Уже Обсудим Завтра Я думаю Что Время У нас Обязательно Для Этого Будет Ну И Обещал Я Вам Рассказать Про Фетхи Где Сегодня Финиш Этапа Будет Вообще Фетхи Сам По Себе Курорт Представляет Собой Береговую Часть Разумеется С Несколькими Островами Древнее Название Города Тельмесос Что Означает Крепость Которая Следит За Порядком В городе И Построена Была Рыцарями Родоса Известно Фетхи Своими Гробницами Которые В скале Самой Расположены Гробницы Датированной Четвертым Веком До Нашей Эры Дорической Архитектурой Что касается Непосредственно Современных Строений То Разумеется Огромное Количество Отелей Присутствуют Тут Леса В принципе Вот сейчас Мы Как раз И видим Но Это Острова О которых Мы Только Что Говорили Вокруг Вокруг Фетхи Много Важных Исторических Городов Вот Зантос Мы как раз Проехали Показывали Нам С вертолетного Плана Амфитеатр Этого Города Ну а На одном из островов Под названием Гимилер Находится Настоящая Оригинальная Гробница Святого Николаса В 326 Году Нашей Эры Когда Он Умер Была Возвестена Чи церковь И Установлена Гробница Как раз таки Там Ну и До 650 Годов На остров Никому Нельзя Было Попасть Запрещено Было Это Дело Ну это Так Немного Офетхи Сейчас Внимание Уже На саму Гонку 19 Километров До финиша Остается 48 Секунд По-прежнему В запасе У Группы Отрыва Мирко Маэстри И Урильо Феррас Уже Достаточно Давно Держатся Впереди Но И тут Трек Зага Фреду Мы видим Активно Работают Вот Сэм Беннет В лазурной Майке Лидера Генеральной Классификации Гонки Ну и Вот Его Команда Бора Хэнс Гроуэ Которая Работает На него Пока Спокойно Держит Темп Но Вильер Тристина Также Впереди Появляется Она будет Работать На билете Я думаю Это Вполне Очевидно Тут же Подтягивается И Турецкая Команда Тут же Подтягивается И Андроник Сидермейк Ботеки Вчера Бенфато Был Достаточно Высоко Но Я думаю Что Сегодня Гавац Тоже Хочет Попробовать Свои Силы Несмотря То Что До Финиша Всего На 18 Км По Прежнему Очень Медленно Едет Основная Группа Я думаю Никаких Особо Надежд Не испытывают Гонщики В отрыве Просто Держат Спокойный Темп Ожидая Когда Пилотон Их Настигнет Судя По Тенденции По Динамике Случится Это Где-то За 10 12 Км До Финиша После Чего Уже Основной Раскат Под Финиш Спринтерских Коллективов Мы Должны Увидеть Пока Даже Близко Мы Этого Не Наблюдаем Спокойно Трек Загафреда Ведет За собой Группу Посмотрим Насколько Хорош Будет Эдвард Тюэнд Сегодня По Крайней Мере Команда В Него Верит И Я Думаю Это Должно Его Воодушевлять Ну Вот И Газпром Русвела Показались Впереди Да Нет Больше Александра Порсева В гонке Но Есть Николай Трусов Который Хотелось Бы Верить Еще Не Растерял Свои Спринтерские Навыки И Может Побороться За Высокую Позицию Продолжение следует 30 секунд. Остается за 16,5 километров. Ну, вот чуть больше хотелось бы сейчас, конечно, внимания на пилотон. Посмотреть, кто кого развозит. Интересно, будет ли активничать Астана сегодня, развозя Рикардо Минали. Ну, а вот этому молодому болельщику нужно бы найти передачу потяжелее, если он хочет поспеть за основной группой. Ну, конечно, уникальная ситуация. Посмотрите, 16 километров до финиша едут от силы 35 километров в час. О чем-то болтают. Ну, вот представьте подобный сценарий на этапе Tour de France, например. И какая бы борьба за позицию, какие скорости за 50 километров в час уже сейчас были бы. Ну, несмотря на то, что Tour Tour в этом году получил серьезный статус, тем не менее, средние скорости не впечатляют. Ну, и маэстры все больше и больше времени проводят впереди. Наверное, вы тоже обратили внимание. Ну, это и по промежуточным премиям было видно, что посвежее он выглядит. Тут нет майки самому агрессивному гонщику, поэтому особо бороться сейчас не за что. Что касается основной группы, то Астана, похоже, начала выстраиваться. Значит, Рикардо Минали, молодой спринтер казахстанской команды, будет пробовать и сегодня свои силы. Да, конечно, неприятная ситуация сложилась со сходом Сергея Чернецкого. Вчера упал сильно Еспер Хансен. Минали сегодня, кстати, и у самого были проколы. Но, несмотря на это, итальянский финишер готов сегодня показать, какие ваты он готов выдавать в октябре месяце. Ну, если честно, я пока, судя по тому, что мы видели вчера, особо соперника Сэму Беннету не вижу. Тюэнс явно не дотягивает. В билете немного другой уровень. Кумпо, да, вот я, если честно, верю Марку Кумпо из Эмирейтс. Мне кажется, у него может получиться. Ну, а так, если смотреть на остальных, то без особого оптимизма, если честно. В Гавадце не особо верится. Остальные сильно уступают Беннету. В классе. Так что, если хотите знать прогноз мой на сегодняшний этап, то нетривиально скажу, что выиграет Беннет. Но попрошу обратить внимание на славянского спринтера Эмирейтс Марку Кумпо. Кажется мне, что сегодня он может быть хорош. Вот интересно, насколько правильно работает графика, потому что пилотун внешне, кажется, уже совсем близко. И явно-то 29 секунд сейчас нет. Нам по-прежнему пытаются в этом убедить. Ну вот. Сейчас, пожалуй, момент, когда доберут группу отрыва и должна начинаться основная борьба за выбор позиций. И вот, похоже, наконец, сейчас в пилотоне первые изменения происходят. Астана, Вильер Тристина, Трекзега Фредо. Это те, кто активно подключают Секбора Хенсгроя, который и так весь этап наряду с Треком, правда, провела впереди. И Газпром Русвела также свой поезд выстраивает. Эмирейтс справа от нас, слева по направлению движения, выходит эта команда. Ну и вот симпатично с вертолетного плана. Вот так вот все команды по поездам выстроились здорово. С ТСС свой поезд строит из глубины. Я думаю, они сегодня вновь будут пытаться выйти вперед. Вчера самая высокая позиция у гонщиков польской команды была у Йонаса Коха. Немец стал восьмым, но он явно не главная их спринтерская надежда. Я бы все-таки в первую очередь выделил молодого поляка Мнихова Палюту. Палуту 66-й у него номер. Вчера он стал 17-м, но там сильно его затерли. Будем откровенны. Ну а для Мирко Маэстри и Мурили Ферраса потихоньку все подходит к концу. Уже притуплены так несколько взгляды. Прилично они наработались. Температура сегодня выше 20 градусов по Цельсию. Но это не 30, когда тяжело дышать. Вполне комфортные условия сегодня на этапе Тура Турции. Ну и вот просят уже даже мотоциклов проехать вперед, потому что пилотон отрыв добирает. Ну вот как здорово мы рассчитали. Учитывая эту невероятную среднюю скорость, которую сегодня гонщики демонстрируют на этапе. Добрали аккурат за 12 километров до финиша. Ну вот из подобного рода этапов, если честно, я помню, приходилось комментировать этап Тура Дубая, если я не ошибаюсь. И похожая ситуация там была, но там это вызвано было очень сильным встречным ветром. И там, по-моему, даже до 30 километров в час средние не дотянули или не дотягивали в какой-то момент. Но там действительно очень приличный ветер встречный был. И это вполне объяснимо. Сегодня никакого запредельного ветра. Вот смотрите на деревья даже, и особенно встречного тут даже близко нет. Так что это исключительно желанием, скорее даже, наверное, нежеланием гонщиков было обусловлено. Но сейчас это все позади. Сейчас у нас воссоединилась основная группа с отрывом. И пошли команды уже на более приличных скоростях подвозить своих спринтерских лидеров ближе к головке группы. Хорошая тут дорога. Вообще тщательно я изучал роудбук. Пытался найти профиль последних километров в Фетхе. Толком там решили это не показывать. Показали только наклон. Наклон на последнем километре будет участок, где 1-2%. Градиент, конечно, это вообще никак не должно повлиять. Что касается поворотов, то за 2 километра при помощи карт я один достаточно крутой поворот обнаружил. Последний километр, судя по всему, более-менее прямой. Так, высматривая, кто там последним колесом в поезде Газпром Русвела, вроде пока это не коля трусов, а кто-то еще. Ну и вот Бора Хэнс Гройс традиционный свой поезд. И обратите внимание, что вновь Маттео Пилуки на колесе у Сэма Беннета. Ну что это может значить? Во-первых, я уверен, что достаточно неплохо смотрится тактика, когда оперегают тылы Беннета, чтобы с колеса у него никто не спринтовал. Ну, во-вторых, это может значить, что вновь Маттео Пилуки дали определенного рода свободу и будут они независимо друг от друга спринтовать. Хотя это не совсем независимо, их обоих развозит один поезд, так что несколько иная ситуация. 10 километров до финиша тем временем Астана начинает активный развоз. Тут Никиту Стального можно приметить в числе тех, кто сейчас разгоняет этот поезд. Ну и трек за Гафреду также продолжает свою работу. Мюльбергер вторым колесом уборы на данный момент. Шварцман, ну и вчера много работал, и сегодня мы его видели впереди. Веран классик Фрелан, даже несмотря на сход Юстина Юля. Все так же активны. Ну, что касается Верана классика. Эквалити протект. Так, неужели это атака? Ну, это так, в стиле Лукаша Постелбергера на Джира, которого сегодня мы уже вспоминали. Ну, нет. Тут иная ситуация. Дожидается обратно основную группу гонщик Боры. Основная группа особо его добирать не хочет. Вот, похоже, Григорий Обобл выше всех из Веран классик. Так, занял он 24-е место на вчерашнем этапе. Ох, опасный поворот на высокой скорости. Проходит сейчас трек за Гафредо в первых рядах. Все остальные тоже справляются. Тут небольшой холм. Ну и такой вязкий асфальт. Не думаю, что он должен стать проблемой. Тем временем Людовик Роби выпадает от основной группы. Один из представителей Веран классик. Аквалити Протект. Си-си-си наконец-то начинают подтягиваться вперед. Пока, правда, не всей командой. Мини восьми километров до финиша. Тут небольшой холм. И после этого спуск непосредственно в бухту Фетхи. Где и будет финиш. Эмирейтс. Марко Кум последним колесом в поезде. Этой команды. Но среди развозящих есть приличные гонщики. Тот же Цюрло, который вчера был неплохо. Тот же норвежец Вагерштаги Ланген. Опять же, в зависимости от травмы, которую он получил. Но и сам Диего Улиси. Который сегодня одну секунду на промежуточной премии сумел урвать. Также может выступить в роли неплохого развозящего. Ну и вот сейчас, по сути, Фетхи уже въезжают. Очереда небольших виражей. Ну и посмотрите, какой раскат сейчас идет в исполнении трек за Гафредо. Он от всей силы, которые по ходу всего сегодняшнего этапа копили. Сейчас выкладывают. Мини 7 километров до финиша. Подъехали Андронис и Дермейк Ботеки. Развозящие Франческо Гавацци. А может быть и Бен Фато. Может Бен Фато, который сам сказал, что вроде был не так хорош. И удивлен своим результатом. Может быть поверил в себя. Ну вот сейчас Эдвард Тюин занимает позицию последним колесом в поезде трек за Гафредо. Шесть гонщиков в нем присутствуют. Активная контактная борьба там ведется. Астана по другому флангу выходит вперед. Ну а тем временем, ну во-первых, люди начинают, болельщики вдоль обочины появляться. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. И в очередной раз у Газпром Русвела у одного из гонщиков возникают проблемы. Это Николай Трусов. Цепь, похоже, слетела. Да, цепь слетела у Николая Трусова. И чуть было из-за этого не случился завал. Пытается он оперативно ее поправить. Получилось у него это сделать, но уже слишком-слишком поздно. Слава богу, обошлось в этот раз без падений. И пошел развоз дальше. Ну вот, кому развозить Тюнс, это точно достаточно. Тот же Килл Райнен, тот же Бойван Попель хорошо должны с этим справиться. Пока поезд Рейкзага Фредо выглядит наиболее качественным. Семь гонщиков сразу впереди. Бору немножко притеснили, но по-прежнему Беннет впереди. За пять километров до финиша он четвертым колесом в поезде своей команды. А вот Пилуки не может протиснуться. Его затирают. Он ищет колесо Беннета, находит его сейчас. О, как там тесно, а! Пилуки все-таки отчаянно держит колесо своего капитана и лидера генеральной классификации гонки. Мюрльбергер сейчас повез основную группу наряду с представителем Трекзага Фредо. Тут еще и брусчатая секция. Правда, хорошо вымощена и не должно это особо сказаться. Вильер весь куда-то распался. Не видно гонщиков, кроме вот двух впереди и одного чуть-чуть сзади. Но я думаю, главное – это обеспечить хорошую позицию Манелю Билетти. В Веран Классик не сдаются. По-прежнему четыре гонщика у них впереди. У Астаны трое. Остальные чуть поглубже в группе. Не видно, где именно находится сейчас Рикардо Минали. Ох, опасные повороты. Вновь выезд на асфальт. Может показаться некоторым, что скользко тут. Так оно и есть после брусчатки. Отметка четыре километра до финиша. Ее по правому флангу огибает один из гонщиков Бори Хэнс Грой. Ух, как там теснят сейчас пилуки в борьбе за позицию на колесе у Беннета. Понятно, что это самое желаемое место сейчас в основной группе. Но пилуки у него функция такая – оберегать эту позицию. Находиться самостоятельно у него на колесе. Получится ли это у итальянского финишера. Скоро узнаем. Тут уже местный порт приехали. Опасный поворот на 90 градусов налево. Все справляются. Вытягивается моментальная группа. И тут уже нету таких больших возможностей для перемещения внутри пилотона. Мюлбергер толкается плечами, локтями с гонщиком Астаны. Но позицию не теряет. По-прежнему держит свою позицию. Ну и сейчас хорошая ситуация для представителей польской команды Си-Си-Си-Си-Спранди Полковица. Три гонщика у них впереди за три километра до финиша. Трек Загафредо продолжают тут развозить Эдварда Тюэнс. Он куда-то выпал, но сейчас быстро возвращают его на место. Ох ты, какая контактная тут борьба. Как будто бы это не последняя гонка сезона. Как будто бы это этап Тур-де-Франции. Никто не бережется. Ну, конечно, одни скажут, что работает логика. Все равно последняя гонка, даже если получу травму, то к следующему сезону успею восстановиться. Но, поверьте мне, не так это работает в голове велогонщиков. А сейчас одна единственная мысль, что спортивные директора подгоняют, что нужно занять нужную позицию, что нужно вывести своего капитана на выгодную точку, и чтобы обеспечить ему максимально комфортный спринт. Хорошо работает СССС. Так, тут тем временем повезли Барбина, похоже. Но параллельно с Барбином повезли Бенфато. Вот Бенфато в зеленой майке. Андронисидермейт Ботеки. При этом Гаваци особо не видно. Может быть, Бенфато и будет спринтовать. Четыре гонщика трек за Гафредо. Вообще здорово смотрится эта команда. И в этот момент появляется Эмирейтс. Эмирейтс везут Марко Кумпо менее чем за два километра до финиша. Бордиане ЧСФ запоздали. Барбин пытается там что-то сделать. Пересесть за Бенфато. Но тяжело ему это дается. Разбросало всех гонщиков Боры куда-то. Си-си-си тоже не выдержали. Астана сумбурно внутри группы. Полтора километра остается. Мюрльбергер пошел вывозить. И вот сейчас у Боры все выглядит неплохо. Параллельно поезд смешанный трек за Гафредо и Эмирейтс против поезда Боры. И поезд трека сейчас смотрится лучше. Насколько здорово сейчас сумеют развести Беннета. И насколько он силен, чтобы не с самой выгодной позиции попробовать выиграть этот спринт. Газпром Русвела вновь лезет вперед. И несмотря на потерю Трусова, они все еще верят, что могут побороться за неплохую позицию. Фламруш последний километр дистанции. Поезд трека выглядит очень здорово. Там же находим Билетти. У Билетти хорошая позиция. У Беннета чуть-чуть похуже. Но сейчас начнут его вывозить. Пилуки, по-моему, все же оказался на колесе у Беннета. А значит, тылы его подстраховывают. Ух, там чуть ли не контакт сейчас был. Беннета немного потеряли сейчас. Трек за Гафредо разводит Тюнц. И разводит это очень здорово. Вот он опасный поворот на последнем километре. Хорошая позиция у Бенфатто. Кстати говоря, его здорово развезли сегодня. У Беннета третья позиция. Он нашел колесо Тюнца. У него выгодная позиция. Далее развозят сейчас Бенфатто. Бенфатто пошли вывозить очень неплохо. В это время Эдвард Тюнц открывает первым спринт. Беннет будет выходить у него с колеса. Бенфатто тут же рядом. Сумеет ли кто-то что-то противопоставить Беннету? Похоже, что нет. Сэм Беннет, будучи фаворитом, уверенно побеждает и на втором этапе тура Турции. Увеличивая свое преимущество в генеральной классификации и классификации зеленой майки. Вторая победа Беннета, вторая победа Боры Хэнсгрой и, если честно, особо шансов у его соперников я сегодня не увидел. Отличная работа, не зря подбадривают жиланца. Он сегодня все сделал правильно, все сделал здорово. Беннета, похоже, все-таки вторым стал. Бенфатто, второй день подряд неплохо. Молодец, кончик Андронис и Дермек Ботеки. Да вот, давайте смотреть повтор с вертолетного плана. Совсем заранее нам его взяли. Весь последний километр. Тут для Тюинса все выглядит неплохо. На хуй, ух, как посмотрите, что Беннет сделал с несчастным билетом. Он вообще чуть ли не в отбойник бросил, борясь за позицию Тюинса. Но вот такое большое количество движений Беннета, и что он оглядывает, смотрит по сторонам, говорит о том, что запас прочности, конечно, очень большой. Ну вот тут вот вывозят Бенфатто. Ну не знаю, может быть, стоило просто посадить его на колесо Беннета. Хотя вроде действовали правильно гонщики. Андронис и Дермек Ботеки. Вот Минали на колесе у Бенфатто. Кстати, Минали, похоже, третий. Да, Минали третий, Бенфатто четвертый. Или даже пятый. Тут еще кумб. Билетти шестой. Ну и там же, наверное, Гавация. Если это он развозил Бенфатто. Гавация. Теперь, конечно. Гавация. Ждем результатов, ждем генеральной классификации, если мы ее сегодня получим, но если даже не получим, то завтра обязательно расскажу вам о всех изменениях, которые там произошли. Ну вот, Беннет, Тюэнс, Минали, Бенфато, Консонни это было из-за имени Рецепта. Так, я не очень доверяю этим финишным протоколам, вчера уже нас обманывали, дали Билетти, Балерини, Оркин, Шишер, сегодня Шишер спринтовал от CCC, и далее Орди Симон. Кстати, 2 секунды дали разрывы, интересно подтвердится это, или же всем общее время все-таки дадут. Да, 2 велосипеда практически выиграл. Беннет у своих соперников. Ну, в генерале, разумеется, упрощил свое лидерство Беннет, поэтому там особо смотреть не на что. Ну, завтра будет новый день на туре Турции. Завтра этап из Светхии до Мармориса, достаточно холмистый, там будут атаки, будет на что посмотреть. На этом наша сегодняшняя трансляция подходит к концу. Завтра встречаемся в 15.00 по московскому времени, 14.00 по центральному европейскому. В рамках третьего этапа, 128,5 километров из Светхии до Мармориса. Не пропустите. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. Сегодня для вас работали звукорежиссер Юлия Варкунова, ваш комментатор от Арма Мучашвили. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok